Кто-то чувствует, что Господь находится всегда рядом, и это правда. Кто-то уверен, что Бог от него очень далеко, и это тоже правда. Ведь приблизиться к Господу или нет – личный выбор каждого человека. Тот, кто выбирает жизнь с Богом, знает точно первые шаги к ней – смирение, покаяние и принятие Божьей воли. Такое осознание может наступить в юности и в зрелости, но и в этом Божий промысл. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Храм всех святых в городе Нижневартовский Хантамансийского автономного округа небольшой, уютный и во всех смыслах теплый. Все приходящие сюда – это духовная семья, которую питает своей любовью настоятель Иерей Алексей Фролов и его жена Матушка Марьянна. По численности приход невелик, но отец Алексей считает, что он самый большой в городе. Ведь стоит храм на городском погосте, а у Бога, как известно, все жили и все возносят свои молитвы. Поэтому и благодать в дни литургии и больших праздников усиливается многократно. Это радость какая-то, да? То есть это такой момент, когда вот ничего объяснять не надо. Такое спокойствие души и какая-то внутренняя радость. Вот так и здесь. Ты когда помнишься, например, Пасха, да? Христос воскресе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. И ты понимаешь, что представьте грандиозную картину. Все восстают здесь и встречают Христа. Вот где еще можно эту картину представить, как не здесь? Силую неизвеченную Твоей многомилостивой Христе защитить люди Твоя от всякой напасти победу дару и на враги православному народу нашему. И сейчас, и всегда, знакомые слова молитвы отец Алексей произносит эмоционально, пронзительно. Так, чтобы их благодать коснулась каждого сердца. А я по-другому не могу. Я должен сам чувствовать, что я читаю. Чтобы люди понимали, о чем ты читаешь. Если ты читаешь апостол, если ты читаешь Евангелие, надо каждое слово проговаривать, чтобы было полонетно. А как ты его, как ты можешь прочитать, его не окрашивая текст. Сейчас отцу Алексея 50 лет. В священство был рукоположен в неполные 40. В 2013 состоялась диаконская хиротония, в 2018 – иерейская. Пришел к служению Богу и людям, имея за плечами серьезный и разнополярный жизненный опыт, который вместе с ним все эти годы набирала и проходила его любимая жена, матушка Марианна. Она родилась в Москве в семье студентов Московского энергетического института. Мама приехала учиться в столицу из Узбекистана. Папа – из Краснодарского края. Все общежитие меня нянчило. У нас было международное общежитие, я помню, там и афроамериканцы, и китайцы, и малайцы, в общем, все-все-все. Все мне пытались сунуть какую-нибудь шоколадку, какие-нибудь там эти бананы, апельсины. Я помню очень хорошо Москву. Если меня там куда-то подкидывали, естественно, они учились на дневном, то я дорывалась там до родителей в выходные, и тут уже все, там, все кукольные театры, все там зоопарки, вот, все было мое, в полном распоряжении. Мы ходили везде с родителями. А потом они закончили институт, и им дали распределение на Ульяновский авиационный промышленный комплекс. Там нужны были инженеры теплоэнергетики по образованию, и, в общем, их туда пригласили. Ульяновск дал начало всей ее жизни. Здесь появились на свет две любимые младшие сестры. Сюда же в свое время пригласили из Казани и родителей будущего мужа. Вот туда отец переехал, в завод имени Горбунова, из Казани. Они переехали туда, им дали сразу же квартиру. Мы жили в бывшей конюшне в Казани, 16-метровой такой барак. А тут сразу трехкомнатную квартиру с ванной, с балконом. Поэтому, конечно, переехали. Туда вот тогда новый город Ульяновский образовывался. Все приезжали с разных городов, строили промышленность ульяновскую и так далее, и тому подобное. Вот туда же ее родители приехали. Алексей и Марианна учились в одной школе и дружить начали в школьные годы. И тогда же на обоих нагрянула любовь. Наверное, сложно было не влюбиться в умницу-красавицу-рукодельницу, к тому же неформального лидера своего класса. Там сорвать урок или что-то, это вот ко мне было. Прямо-красавицу. В школу закончили в 91-м. Вот можете себе представить, там, отлесните 2-3 года назад, вот как раз она нас все и проверяла на эту прочность. Нас, в общем-то, воспитывали хорошо. Ну, это, знаете, вызов всему миру. Вот я не буду, как вы мне сказали. Вот все равно, что, но не буду. Вот. Хотя сейчас мне перед некоторыми, даже учителями, даже, может быть, где-то стыдно. У некоторых мне удалось через интернет попросить прощения, представлять, я так рада этому. Мне мама всегда как-то доверяла. Вот она... Я знаю, что ты ничего плохого не позволишь. Я знаю, что ты вот у меня такая умница. То есть вот она... Вот безусловной любовью меня любила. Нет, она нас всех любила. Всегда защищала. Правы мы, неправы. Даже в школе, если там ее вызывали, она там горой стояла за нас. 16-летняя Марианна даже участвовала в очень модном в то время конкурсе «Симбирская краса-89». Папа был горд. Он вообще в будущем видел свою красавицу-дочь на мировых модных подиумах и поддержал ее желание уехать в Москву по приглашению модельного агентства. Поехала со своим будущим мужем. Сказала, поехали отсюда. Вообще мы уехали. Но я сейчас понимаю, что это вот меня просто Господь уберег. После школы Марианна легко могла бы получить филологическое или психологическое образование. Но в итоге выбрала юриспруденцию. Сейчас понимаю, что тоже вроде как не зря. Тоже поработала тут в агентстве недвижимости. Все это мне тоже пригодилось. Ну, в общем, как-то вот видите, все оно как-то вот пригождается. Марианна училась в ВУЗе и два года ждала Алексея из армии. Он служил в Литве. Она при первой же возможности буквально летела туда, чтобы увидеть любимого. Вижу цель, не вижу преград. Да, я люблю и вот хочу только вот доехать. Да, все. Вот такая вот у нас была страсть, наверное, тогда еще. Любовь, конечно, она пришла позже уже. Ну, тогда была вот просто вот эта вот Ромео и Джульетта, там отдыхают, да. В Литву? Да, без разницы. Хоть в космос, хоть на Луну. Это примерно где-то рядом. Я всегда переживала, чтобы мама не волновалась. Мне самое главное ей позвонить и предупредить, что я жива, здорова, что со мной все хорошо. А дальше мама меня поймет. Алексей Фролов был крещен в раннем детстве. Рос, как он говорит, с Богом в душе и вдали от церкви. Но перед армией, заполняя анкету на приписном пункте, на вопрос, верит ли он в Бога, уверенно написал «Верю». Мне мама когда-то принесла такой, было «Наука и жизнь» журнал, помните, в советское время, она мне принесла статью о Туринской плащанице. Вот я, прочитав ее, прям уже перестал вообще сомневаться. Мудрая мама и будущей невестке предложила покреститься. Мариане было в то время 18 лет и до этого времени ни о церкви, ни о Боге она просто не задумывалась. Я пошла там такая, чуть ли не с Иракезом такая девочка, здесь меня не стригите, здесь меня не мочите. Батюшки такие, иди сюда, иди, моя хорошая, чик-чик-чик. В общем, очень несерьезно отнеслась. Поэтому мне даже, я же не буду пользоваться этим именем. Это же просто так вот, типа, поиграться. Ну вот, доигралась. Ну вот это ощущение, наверное, оно незабываемо, да, что вот чем-то теплым, родным, отеческой вот этой любовью, до твоего сердца вот что-то коснулось. Из армии Алексей вернулся в 93-м. За два года изменилось все. Общество, ценности, причем не только духовные, но и материальные. Неизменной осталась их с Марианной любовь. И в 1994-м они стали мужем и женой. Трудное голодное время в Поволжье второй половины 90-х они до сих пор вспоминают с болью. Когда действительно ты идешь и разговор у тебя с ребенком с садика. Мама, у нас есть дома? Хлеб? Есть. Белый? Я говорю, нет, черный. А чай есть? Есть. С сахаром? Я говорю, нет. Не понимаю, что у меня так это. Слезы так это. Я своему ребенку вот такие вещи говорю. У нас или в холодильнике была там, я не знаю, какая-то морковка, горстка крупы и там полстакана посочного масла. Это уже был прекрасный день, что у нас есть что-то поесть. Семью надо было кормить, поэтому Алексей уволился из армии, где служил 9 лет сверхсрочно. Уехал в Нижневартовск. Там в то время уже жили его родители. Я сюда приехал вообще, да, помбуром работать. Ну, мама говорит, ты хоть там, надо же кормить было как-то семью. Там не платили по полгода заплату. Ну, уволился, с вооруженных сил пошел, приехал сюда. Но получилось по-другому. Музыкант и в бытность руководитель очень популярного дивизионного коллектива «Армия», Алексей начал петь в ресторане, чтобы принести домой хоть какие-то деньги. Но душу не обмануть, никакими деньгами. По воскресеньям Алексей и его растущая семья приходили в храм Рождества Христова. А через пять лет настоятель храма, отец Георгий Безнотров, взял его на работу. В год работал, там, снег кидал, как положено, на послушание. Потом стал старше охраны, потом начал, у нас фермерское хозяйство в то время было, на фермерское хозяйство начал руководить, потом был специалист на посреди сообщественности, учился в семинарии в это время. Я всегда замечал, интересно, что зарплата намного меньше, но стало хватать больше. Я серьезно говорю, на все хватало. Господь вот так устраивал, что тебе на все хватает, ни в чем ты не нуждаешься. Господь устроил так, что в семье Фроловых появились на свет пятеро детей. После Виктории и Елены, правда, думали, что не смогут стать родителями. Проблемы со здоровьем были. Вымыленная Софья стала рождественским подарком. Родилась 7 января. А через год примерно семья получила еще один подарок – Анастасию. Родилась у нас Настя. И вот с появлением Насти у нас пошли просто чудеса. То есть Господь говорит, вот доверься мне, вот тебе Насте будет, чего у тебя нет? У нас нет негде жить. Хорошо. Там все было по съемным квартирам, по каким-то там разрушенным домам. И мне казалось, куда еще четвертого ребенка, вот в это вот все? Он сказал, все нормально. Вот вам квартира, вот вам четвертый ребенок, горячая вода, ванна, до этого у нас там туалет на улице, там и так далее. То есть вот всего хлебнули. Пятый ребенок и единственный сын Егор родился уже после рукоположения отца Алексея в священство. Ну разве не чудо Божие? Заламон говорит, кто не любит своих детей, тот не наказывает их. И я с ним полностью согласен. Вот полностью согласен. А вот когда вот это тетя-тетю-тетю-тетю, особенно с мужиками, я не люблю, вот понимаете. Она же мой сыночка, ну вот единственный. Вот у нас могут быть на этой основе с ней какие-то так трения, но все равно мы прекрасно то есть знаем, что старость проведем вместе. Если доживем, слава Богу, если Господь даст. О священстве отец Алексей думал еще в армии, но путь от желания до его реализации оказался долгим, полным искушений. Однако все было промыслительно. Наверное, наверное, бы из меня священник не получился, если бы я сразу же бы там вот так вот родился, папа, мама, там церковь, а ты когда прошел там огонь, вода, медную трубу, 90-е и так далее, голодуху и армию и Казани, веселые 90-е, вот эти все времена, даже начало, еще 90-е не наступили, еще было веселое время. И, конечно, у тебя есть чем сравнить, и есть чем подсказать, у тебя опыт есть внутренний. Первые годы в церкви, во время первых исповедей, матушка Марьяна буквально выплакивала грехи. Это было очень тяжело и страшно осознавать, что ты натворила, пока жила без Бога, но постепенно становилось легче. Ты примерно понимаешь, на что ты способна, а что ты никогда не сделаешь. То есть тебе вот Господь, который рядом всегда с тобой, Он всегда тебе укажет. Ты даже иногда физически чувствуешь, что тебя туда не пустили, потому что вот там вот не надо. То есть ты полностью доверяешься и будь так, как ты меня сегодня ведешь. Свой выстраданный опыт матушка Марьяна сейчас пытается донести до подрастающего поколения. Как участница общественной организации «Радость моя» при храме Рождества Христова, она приходит в школы, чтобы побеседовать со старшеклассниками. Ценность жизни – это целомудрие, это любовь. Если меня спрашивают, у меня есть козыри, ну что вы, да, я мама пятерых детей, я живу с мужем 30 лет, вот, с одним единственным и любимым. Я знаю, что любовь, она есть, ее можно сохранить, и да, через столько лет ее нести. Вот, поэтому спросите меня, я вам скажу, как я ее чушу. Думаю, что я имею на это право. На своем опыте она поняла, что самое лучшее, самое волшебное слово в отношениях – прости. что от поручной иерархии в семье, где на первом месте ребенок необходимо возвращаться к традиционной, ведь сильно та семья, где ее глава – отец. Иерархия в семье, если соблюдается, если еще папа, у него своя иерархия, то есть он боится и любит Бога, то тогда вот все остальное на своих местах. Старшая дочь отца Алексея и матушки Марианны Виктория – тоже матушка и без пяти минут многодетная мама. Скоро у двух ее замечательных дочек появится брат. Как сложатся судьбы остальных детей, время покажет. Главное, мечтают родители, чтобы они жили с Богом. Мы жили без Бога. Мы знаем, как это там. И я больше там не хочу жить. Я хочу вот сейчас, вот здесь, с Богом. Когда ты в молитве соединяешься со своим близким человеком, это очень важно. Да. Да. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.